ребята билеты на руках покажай но только что вот еле как постояли в регистрации все это пройдено теперь садимся в самолет и улетаем в тайлан уже вечер второй день не спим потому что ночью пришлось ехать и в москву в автобусе 12-13 часов ехали и сейчас будем лететь 9 часов путешествие начинается отдаем старт надеюсь влог будет интересным если не интересный будет то не залью скорее всего так что поехали поехали оформление музыкально очереди нет ух ребята что-то сердце застучало думал сейчас паспортный контроль не пройду точнее пограничный контроль потому что призывной возраст сейчас я нахожусь вне призыва то есть еще сентябрь никто не имеет права призывать но все равно я боялся и скажет сынок да ты же служить должен ну-ка давай в россии езжай в таиланд собрался а то но мы уже почти уцелись и скоро сейчас сядем скоро мы полетим над облаками об за рейнбоу Ты согласен? Скал лучше, спать пол. Ладно, вверх положи. Итак, ребята, мы в Таиланде. До этого не было возможности что-либо снять, поэтому мы вот только-только заселились в отель трехзвездочный. Это по их меркам трехзвездочный отель. Ну, по сути, неплохо выглядит. Как думаешь, Айнур? Нормально же? Нормально, конечно. Нормально, да. Просто там внизу были недовольные люди. Сейчас мы идем, что делаем? Обмениваем наши доллары, которые уже обменяли с рублей в баты. Далее идем кушать, потому что уже голова не варит. Усталость также сказывается, потому что забываешь, куда какую вещь засунул. Я уже несколько раз забыл, куда совал свой паспорт. Вот, совал. Итак, первый день в Таиланде подошел к концу. Многое, конечно, сделали, потому что устали. Обменяли деньжища. Самый главный, сходили на массаж. Классный тайский, очень понравился. Ну и вот прогулялись в ночной рынок, где много фруктов, и тоже все дешево. Завтра посмотрим, что получается. Там набережная мы пришли возле нее. Пальмочки. Все красиво. Ребята пытались доехать до пирса, короче, не получилось. Свернули направо, потому что здесь тук-тук непредсказуемый. Едут, куда попало. Так что мы едем, куда нас приведет данный тук-тук. Какое прикольное сооружение. Конечно, точка, наверное, у него есть. Вот еще раз свернули за тебе. Ты запоминай, мозг тренируй, куда мы. Сейчас на трассу нас вывезут. Подрабатываем. Нет, там по-любому по городу тук-тук. Короче, вот мы сели не на тот тук, как уже было сказано, и добрались. До фиг знает куда. Но нам нужно, в общем, вон на ту часть. И пешком мы не дойдем, я думаю, так что обратно тук-тук берем еще. И уезжаем. Короче, бассейн на крыше нашли. Вместо того, чтобы поехать на островлаках. И четкая тема, мне кажется. Ей, класс. Сейчас будем плавать. Смотри, сколько хатеров тут было. Смотри, сколько хатеров. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поклоняйся, поклоняйся, забирай быстрее, все, помолился и забрал. Молодец. Теперь пошел и поджог для нашего контакта, который никому не дает свечку. Жалко. Вот этот жирный сидит, а этот вообще уже не ест ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такую штуку мы будем пытаться открыть в Казани. У нас там есть кот. Третий день только наконец-то добрались до воды. Точнее забирают. Мы уже просто сейчас будем пытаться поплавать на этих водах, если получится. Все, водичка Паттаева. Такая вот. Сотни катеров. Сзади нас улицы разврата, еле как прорвались. Будем плавать. Арт улица. Тату и картины. Все прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok 11 часов, ребята. Тук-тук поймать не можем. То есть автобус до дома. Вообще не проезжает. Вот и ждем, стоим. Короче, мы часа два шли пешком, пока вот наконец-то тук-тук не остановился. Другие вообще не останавливаются. Мы идем по улице, где никто не ходит вообще. Пустая улица. Блин, вообще тут-то едем. Да, мы столько собак видели. Не, мы только туда едем. Да уж. Наверное. Вот это, смотрите, видите? А, мы с другой стороны едем. Са-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Собратный бля. Бля-э-э-э-э. О, ниндзя был, бля. Ниндзя. Ниндзя? Бля, мы вообще где? Подожди, тихо-тихо. Бля, вода стройка, это дом у нас. Это наш дом, ну. Ты че угораешь? А как ты все это проедешь-то? Пройдешь? Давай, молодец. Сегодняшний день не менее приключенческим вышел, потому что еле как опять домой добираемся. Каждый день здесь как будто бы дороги меняются, исчезают, как в Хогварте все эти лестницы перемещаются, так и здесь все дороги меняются. Мы каждый день не можем легко доехать домой. Пересаживаемся с одного автобуса на другой, попадаем к трансвеститам, геям, и в итоге как-то добираемся домой. Сейчас вот почти дома. Третий день подошел к концу. Сегодня увидели большого Будду, посмотрели парк, покупались наконец-таки на заливе по-тайском и еще что сделали. Отправились за покупками в ночной магазин. Тоже закупились и неплохо провели время, я думаю, хотя бы получше, чем остальные дни, но денег, к сожалению, уже почти не осталось за эти три дня. На достопримечательности почти не съездили. Не знаю, как остальные семь дней еще проживать. Будем думать. Ни один тук-тук не остановился и не подвез нас. Короче, мы вообще приехали с другой стороны. Нам надо было со стороны моря приехать, вернуть. Но сегодня был такой день опять-таки приключенческий. И каждый день мы не можем доехать домой нормально. То есть автобусы не ездят, то их нет, то они ездят в другом направлении. В общем, или приходится на мотобайки, которые стоят очень дорого. Мы уже потратили дофига денег. Сегодня день, в принципе, прошел быстро. Что мы сделали? Мы побывали в парке Большого Будды. Посмотрели на Будду. Поплавали наконец-таки в заливе Паттайя. Потом отправились в ночной рынок. И закупились там товарами очень дешевыми. На самом деле здесь все довольно дешево. Так что до завтра. Надеюсь, день завтрашний будет интереснее. И мы отправимся куда-нибудь по достопримечательности. Пускай он же так. Потому что не ездили еще. Все, всем пока. То самое чувство, будто жизнь подготовка. Это чувство нашей жизни воровка. И пускай в прошлой жизни мы были никем. Но сегодня уходим дорогой в ЭДМ. Известной. Субтитры делал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова